Привет! Это не привычный всем гороховый суп. Здесь нет никаких копчёностей. Здесь нет мяса. Это постный суп. Он очень густой, ароматный и вкусный. Нам нужно накануне приготовления замочить горох в воде. Я использую половинки гороха. И поставить вариться его. По мере закипания снимаем пену. Пена горох даёт много. Нам нужно её всю снять. После того, как горох сварится, на это уйдёт от 40 минут до 1,5 часов. Можно так и оставить. Но я его пробиваю блендером или толкушкой, который картошку толчём. Мне нравится, когда такое пюреобразное состояние. Вот такое. На следующий день он ещё больше загустеет. Нарезаем лук. В сковородку наливаем растительное масло. И отправляем лук в сковороду обжариваться до полупрозрачности. Потом добавляем к луку морковь, нарезанную соломкой. И очень желательно болгарский перец. Обжариваем. Вливаем томатный сок или кладём 1 столовую ложку томатной пасты. С пастой получается суп ещё ярче. Туда же столовую ложку сахара. Сахар сбалансирует кислоту от помидоров. И пускай тушится минут 7-10. А мы в это время нарежем картошку кубиками, соломкой, без разницы. И отправляем её в суп. Нам нужно картофель сварить полностью. Он должен стать мягким. Добавляем соль. Добавляем острый красный перец. И куркуму. К куркумы можно положить 1-2 чайные ложки. Она придаёт вкус, аромат и цвет. Короховый суп становится ярким, солнечным, красивым. Варим до полной готовности картофеля. Добавляем лавровый лист. 3-4 штучки. И после того, как картофель готов, мы его попробуем ложкой вот так. Он распадается под ложкой. Готов. Теперь можно сюда отправлять зажарку. Раньше нельзя, потому что там томат. А томат с картофелем не дружит. Картофель останется твёрдым. Если раньше времени, туда вылить томат. Всё варим. Минут 5-7. Потом добавляем любую зелень. Петрушка, укроп. У меня укроп замороженный. В данном случае. После закипания варим ещё пару минут и выключаем. Лавровый лист можно достать из супа на этом этапе. А можно оставить его там. Получается очень вкусный, ароматный и постный суп. Гороховый. Он совершенно не хуже, чем мясной. Попробуйте приготовить. И убедитесь в этом сами. Всё. Спасибо, что заглянули ко мне. Приходите ещё. И делайте.